от фирмы DJI. Итак, начнем распаковки. Теперь квадрокоптер поставляется вот в таком вот пенопластовом кейсе. Открываем, снимаем наклеечку. Обратите внимание, как открывается этот кейс вот таким поворотом. Внутри у нас сам квадрокоптер Phantom 4, пульт управления, пропеллеры, инструкции, провода для подключения. Внешне Phantom 4, естественно, похож на своих предшественников, но все-таки немного отличается. Во-первых, поверхность коптера теперь стала глянцевой, изменились моторчики, изменилась система крепления пропеллеров. Теперь другой аккумулятор. Можете сравнить его с аккумулятором от третьего Phantom. По размерам он отличается от Phantom 3, как вы видите. По весу они одинаковые. Так, что мы здесь еще видим? Камера, новый фиксатор подвеса, совмещенный с крышкой. Камера здесь 4К. Впереди у Phantom 2 камеры, снизу 2 камеры и 2 сонара. Также порт для карты памяти, в комплекте ее 16 гигабайт. Порт microUSB. Вентиляционные отверстия защищены мелкозернистой металлической сеткой. Бросается в глаза отсутствие демпфирующих втулок на коптере. Теперь вся эта система спрятана внутри коптера. Пульт управления такой же, как на предыдущих версиях. Единственное, что говорят, что пульты от третьего не будут подходить к Phantom 4. Абсолютно идентичный пульт, за исключением вот этой вот части. Теперь это крепление металлическое. Раньше оно было пластиковое, часто люфтило. Теперь такого нет. Наклеечка предупредающая, что сейчас коптер стоит у нас в умном режиме. То есть, прежде чем использовать другие режимы, ознакомьтесь с инструкцией. Так, зарядка. Ну, зарядка и зарядка. Единственное, что теперь у зарядки изменился порт. Теперь вот он вот так вот выглядит. В комплекте идут 8 пропеллеров. Теперь они с другой системой фиксации, нежели чем на Phantom 3. Как крепить новые пропеллеры к Phantom 4? Значит, просто вставляете, нажимаете, прокручиваете, отпускаете. Всё. Пропеллер установлен. Информация для тех, у кого никогда не было никаких фантомов. Пульт и коптер включаются двойным нажатием. Делается это так. Первое нажатие короткое, второе длинное с удержанием. Коптер включился. Заработали сигнальные огни. Мигают жёлтыми. Подвес работает у нас. Так, пробуем управлять. Отлично. Всё работает у нас. Пробуем запустить движки. К сожалению, коптер без приложения у вас не запустится. Нам потребуется установить приложение DJI GO. Заходим в App Store, качаем приложение, либо обновляем его, как в моём случае. У меня старое приложение. Подключаем пульт управления и планшет проводом. Провод идёт у вас в комплекте с мобильным устройством с вашим. Так вот, мы запустили приложение DJI GO. Видим основное, собственно, меню наше. Парктроник работает. Итак, запустилось приложение у нас. Приложение просило обновления. Обновляться мы не стали пока. Так, пробуем запустить движки. Движки запускаются сведением стиков в центр. Запустились, запустились. Отлично. Так, войдём в видеорежим. Посмотрим, что у нас тут стоит. 4К стоит. Поставим 1080. 60 кадров. В 1080 доступно до 120 кадров. Ну-ка, а в 4К? В 4К доступно 24 фпс всего. Всё. Далее нужно идти на улицу, проверять, как летает это чудо. Так, продолжаем наши съёмки, наши тесты Phantom I-4. Поставим коптер на наш импровизированный аэродром. Запускаем, запускаем пульт. Запускаем приложение. Включаем коптер. Мигает надпись Aircraft Warming Up. Это означает, что коптер прогревается. Так, всё, написал Safe to Fly. GPS. Так, собственно, я думаю, надо калибрануть компас. Так, вращаем коптер 360 градусов. Поворачиваем его. Вращаем. Так, движки запустились у коптера. Пробуем взлететь. Он летает. Ну, ведёт себя коптер довольно предсказуемо. Висит на месте с отпущенными стиками. Интересно, как он будет на препятствия реагировать. Очень своеобразно реагирует на препятствия. То есть он просто не даёт тебе туда двигаться. То есть вот я нажимаю стик вперёд. Он, собственно, обруливает препятствия. Вообще классно. Вот, оцените. Он просто не летит в ту сторону. Вот я жму стик вперёд. Коптер не летит просто туда. Вот. Препятствий нету. Он начинает лететь. Так, проверим камерку. То есть, как видите, всё прекрасно летает. Так, ну-ка, где мы находимся? Ну что, давайте попробуем проследить за мотоциклистом. Как раз здесь есть объект для съёмок. Температура сейчас где-то минус четыре. Всё отлично работает. Что не может не радовать. То есть мы видим на планшете сигнал высокой чёткости. Всё видно. Каждую веточку, каждую травинку. Коптер довольно послушно себя ведёт. Хочется, конечно, проверить новые функции. Так, летим назад к машине. Садимся. И хотелось бы, конечно, попробовать новые функции. Функции облёта препятствий я уже попробовал. Это довольно классная вещь. То есть вы просто не сможете врезаться во что-то. Вот попробуем на ветках это. Интересно просто. Машина — это, понятно, большой крупный объект. А вот как он будет реагировать на ветки — это главный вопрос. Так, на ветки он не реагирует. Веток он не видит, к сожалению. Особенно он за тем фоном. Так, сажаем наш коптер. Охота проверить новые режимы у коптера. Поэтому снег нам не помеха. В роли объекта следования мы сами выступим. Так, включаем запись. Она следит за мной. Вообще круто. Реально круто. Так, побежали, побежали. Коп. Потерял. Работает технология. Вообще круто. Реально. Даже не верится. Коптер в это время можно управлять. Но камера следует за объектом. Попробую пониже опустить. Попробую пониже опустить. В общем, все прекрасно работает. Как вы видите. Попробую пониже. Попробую пониже. Попробую пониже. Попробую пониже. Офигенно. надо погреться Субтитры сделал DimaTorzok